Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Обеспечить легитимность Чуваши готовятся к единому дню голосования. По выделенной прямой в Чебоксарах начали наносить сплошные разметки для общественного транспорта. Обмен творчеством в Чебоксарах и Ульяновске проходит в детский парк. По традиции начинаем наш выпуск со стройки года. Кадетский корпус в Чебоксарах вот-вот примет своих воспитанников. 1 сентября здесь состоится большой праздник. На открытие приедут почетные гости со всей страны. А уже 3 сентября чувашские кадеты отправятся на двухнедельные сборы в Крым и Пермский край. В учебном плане на 2018-2019 годы они предусмотрели поездку, сбору, вернее называется, сборы, учебные сборы детей. Это на две недели обычно. Это может быть в начале учебного года или в конце учебного года. Я поинтересовался, почему они приняли в начале учебного года. Это связано с тем, что форма, или количество у детей в кадетской школе почти в два раза увеличилось. Соответственно, форма обучения – это полузакрытая форма, для того, чтобы ребята были ближе знакомы, привыкали друг к другу. Вот это сборы, я думаю, как раз тот случай, когда идеально подходит для начала учебного года. Сборы будут проходить в двух местах. Для детей, для учащихся 5-7 классов специально. Они сейчас выезжают в Крым. Оздоровительный лагерь будет проходить с 5 по 16 сентября. Проезд оплачивает через фонд «Чувашия» бизнесмен Виксельберг, наверное, вы слышали. Это тот человек, который вложил 170 миллионов на строительство спального корпуса на 250 мест. Это где-то около 6 миллионов рублей перелет. А проживание, питание заложено в смете школы, поэтому это будет за счет самой школы. А 8-11 классы выезжают в Пермь. А в Перми есть тоже такой же, похожий, кадетская школа. На базе этой школы будут проходить тоже, ребята будут уже учиться. Там и учебное заведение военное. То есть непосредственно общение с военными. В республике продолжается подготовка к единому дню голосования. 9 сентября в 23 муниципалитетах пройдут дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Организационные вопросы обсудили в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Если сразу в 22 регионах 9 сентября выбирают губернаторов и глав, то в Чувашии будет замещено порядка 80 депутатских мандатов. На них претендуют более 350 кандидатов. От Единой России кандидаты участвуют во всех 82 выборах. От ЛДПР 70 кандидатов, от Справедливой России 62, от КПРФ 40. Российская партия «Пенсионеры за ставим справедливость» 3 кандидата выдвинула. И от двух партий. Партия сделала и родная партия по одному кандидату. 93 зарегистрированных кандидата выдвинуто в порядке самого движения. Основные задачи при проведении предстоящих выборов. В первую очередь, это, конечно, обеспечение легитимности выборов. На предстоящих выборах задействуют и корпус общественных наблюдателей. Задача его членов – не допустить проявления провокаций. Под контролем активистов в этом году проходила и избирательная кампания президента. Отдельные провокации были. Пытались дестабилизировать. Особенно пытались вывести некоторые, скажем, назовем там их оппозиционеры. Особенно они хотели подскандалить органов правопорядка присутствующих на избирательных участках. Когда приезжали наши представители, была мобильная группа, спокойно с ними разговаривались. Все было видно на мониторе, а мы там, где были установлены видеокамеры, могли общественники наблюдать за всем ходом избирательной кампании, видно было, как они ретировались. Количество наблюдателей за избирательным процессом в республике увеличивается. Сам этот актив – 2000 человек. Это люди, в которых сформирована гражданская позиция, это люди активные, но они еще активнее в том, что они более, ну скажем, четко, наверное, понимают вот это вот избирательное право, законодательство. К единому дню голосования готовятся и органы правопорядка. 9 сентября в МВД региона перейдут на усиленный режим несения службы. 7 и 8 сентября необходимо на 86 избирательных участков задействовать 86 сотрудников органов предела. За двое суток до дня голосования с 7 сентября будут проведены обследования избирательных участков в прилегающей территории с применением технических средств, служебных собак. Выжидающие действовать и добиваться хороших, позитивных результатов. Подготовку к единому дню голосования приехал оценить и член Центральной избирательной комиссии «Россия». На рабочей встрече Александр Кенев и Михаил Игнатьев обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Стабильность в обществе, чтобы общественная политическая ситуация была на долгие-долгие годы стабильной. Выборы президента показали, доверие к президенту России Владимиру Путину огромное. В республике, отмечает Александр Кенев, прошли успешно и мартовские выборы. Президентская кампания в республике прошла замечательно. Это вклад в такое общее дело. Мы стремимся к тому, чтобы доверие к институту выборов было максимальным. Легитимность не подвергалась никакому сомнению тех, кто был избран. За подготовку и проведение выборов в главе региона вручили благодарность от председателя Центра избиркома. Дмитрий Ковалев, Александр Петров и Бахтияр Велиев. Республика. В прокуратуре Чувашии прошел брифинг. Журналистам рассказали о работе ведомства по поддержанию государственного обвинения в судах. Судами Чувашии за 7 месяцев этого года рассмотрено более 3,5 тысяч уголовных дел с участием прокуроров. Почти 70% уголовных дел рассмотрено судами в особом порядке, без исследований имеющихся в деле доказательств. Особое внимание городские и районные прокуроры уделяют вопросу поддержания государственного обвинения. За 7 месяцев было поддержано обвинение по 11% уголовных дел. Где-то лет 5-6 назад у нас было большое количество оправданных переговоров. В 13-32? В 13-32. Потом шло на снижение. 25, 18, 17. В последние годы не более 5 лиц. Ну, то есть, может быть, в том году было 2 дела в отношении 3-х лиц всего оправданных. Были у нас года, когда у нас было всего 2 оправданных переговора. Много это или мало? Для нас каждый оправданный переговор – это, скажем так, негатив. Почему выносятся оправдательные переговора, в первую очередь? Это в связи с тем, что суд считает недостаточным, да, было собрано доказательств в ходе предварительного следствия. По представлениям прокуроров отменено 8 оправдательных переговоров в отношении 9 лиц, из которых 7 с направлением дел на новое судебное рассмотрение. По одному делу проводится дополнительное расследование. Если у вас есть идея, как решить ту или иную проблему общества, например, помочь бездомным или спасти небольшую реку, которая погрязла в мусоре, то не пропустите следующую информацию. 31 августа в Чбоксарах пройдет семинар с представителями фонда президентских грантов. Получить грант может любая общественная организация, которая занимается социально значимым делом, отмечают эксперты. Только в этом году такого рода поддержку получили, к примеру, два поисковых отряда – Совет женщин-чувашии, Республиканский волонтерский центр, действующие и другие. Главное – доходчиво сформулировать цели проекта и правильно оформить документы. Как раз для этого в Чбоксарах и проведут семинар. Семинар состоит из двух частей. Первая часть – это, собственно, обучающий семинар, где будет рассказано, что такое цели, задачи, как написать правильно календарный план, бюджет, потому что это очень важно, как состыковать вот эти вот две самые важные вещи проекта – календарный план и бюджет, какие проекты можно считать актуальными, как оценивается актуальность. А вторая часть уже будет для опытных организаций, для победителей. И здесь уже будет вестись речь о том, как правильно предоставить отчет. Подробная информация о предстоящем семинаре на сайте Общественной палаты Республики. Адрес вы сейчас видите на экране. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Ремонтировали и разлиновали. Проспект тракторостроителей теперь может похвастаться ровным асфальтом и свежей дорожной разметкой. Крайние полосы автодороги выделили для общественного транспорта. Между автомобилями и общественным транспортом сплошная. В распоряжении троллейбусов, маршруток и автобусов теперь крайние полосы в обе стороны – от кольца Шупашкар до перекрестка с монтажным проездом. Здесь уже было нанесено давно, там и в прошлом году наносили. В этом году после ремонта тракторостроителей мы нанесли свежую разметку термопластиком. Также установлены здесь комплексы фото-видео фиксации нарушений. Хотелось бы также предупредить водителей, что за нарушение данного пункта правил предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей. Заезжать на него можно только при осуществлении маневров. Прежде чем окончательно наносить разметку, управление ЖКХ администрацией города заручилось поддержкой горожан. На сайте запустили народное голосование. Проспект тракторостроителей выбрали 33% респондентов. Наш опрос дал противоречивые результаты. В проспекте необходимости такой, считаю, абсолютно никакой нет. Никогда здесь не было мощной загруженности, не считая участка перед кольцом, не считая такой большой необходимости, что есть. Полезно для простых жителей, которые перемещаются на общественном транспорте. Здесь очень широкая полоса, поэтому трех полос достаточно для автомобиля. Удобно только, если бы общественный транспорт по ней ездил. Посмотреть на маршрутный такси, как они ездят. Сплошная полоса работает там вообще или нет? Абсолютно не работает. Было бы очень удобно, конечно. И для пассажиров, и для людей, и для нас, водителей простых. Для этих каких-то пассажиров, наверное, удобнее. Транспорт быстрее проезжает. А так мне не мешает, во всяком случае. Мне кажется, это дисциплинирует, наоборот, лучше. Ну, порядок какой-то на дорогах. Подобные изменения рассматриваются и на других шестиполосных улицах Чебоксар. На Московском проспекте до улицы Афанасьева, на проспектах Ивана Яковлева и Мира. Но прежде чем менять разметку и ставить знаки, администрация готовит комплексную дорожную схему города и ждет результатов изучения автомобиля потока в Чебоксарах. В Чувашской республике в рамках программы безопасной и качественной дороги разрабатывается комплексная схема организации дорожного движения по агломерации. Победитель, там, дорожный консультант, город Екатеринбург, значит, как раз в их функции входит изучение и дача предложений, изучение дорожного движения, в первую очередь, общественного транспорта, движения общественного транспорта и дача предложений по оптимизации его. По планам схему должны составить до конца этого года, а в следующем уже будут принимать решение. Организовывать еще выделенки в Чебоксарах или все же нет. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Первый раз в первый класс. На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Чебоксара состоялся праздник для детей из необеспеченных семей. Маленькому Роме Ивантаеву в сентябре исполнится 7 лет, а это значит, что уже через 3 дня он станет первоклассником, как и 30 воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Навигатор успеха – так называется четвертая смена детского лагеря. Ее особенность – подготовка детей к школе. Ребенку моему очень нравится. Говорит, что каждый день какие-то у них новые мероприятия, какие-то экскурсии. В прошлый раз они к церкви ходили, в церковь, в библиотеку. Потом говорят, в футбол играют, какие-то там мастерские делают, то есть какие-то там поделочки. Песни, танцы, фокусы будущих первоклассников в школу провожали весело. Такие праздники центр проводят ежегодно. Наша основная цель – это помочь тем семьям, которые стоят у нас на учете. И это не обязательно будет 1 сентября. То есть все те праздники, которые есть для помощи семье и детям, мы стараемся проводить эти акции. Будь это продуктовые наборы, канцтовары, игрушки. То есть в зависимости от праздника. Ну и какой праздник без подарков. Все дети получили набор школьника, а без пяти минут первоклассники – еще и новые портфели. Первый раз, первый раз, не волнуйся сейчас. Потому что очень трудно что-то сделать, как и раз. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика. Картины чувашских художников в эти дни можно увидеть в Ульяновске, а картины ульяновских – в Чебоксарах. Впервые за полвека между нашими регионами проходят выставки по обмену. Как-то полтора года назад два художника из Ульяновской и Чебоксар работали плечом к плечу на знаменитом Пластовском пленере. Так возникла идея себя показать и на соседей посмотреть. Вот эта точка соприкосновения все-таки произошла. Выставка состоялась. То есть мы вчера открыли в Ульяновске выставку наших чувашских художников. Сегодня открываем ульяновских художников. И то, что все-таки вот это вот общение регионов, общение городов, художников – это действительно очень ценно сейчас в наше время. В Чебоксаре художники привезли 80 работ. Кто-то оценит простые мотивы, например, портрет чайника или болванку Владимира Горшунова. Кто-то более замысловатый, вроде его больше нет, Ирины Мерзликиной или гордые Николая Маврина. Интересна эта выставка у нас, допустим, тем, что мы видим что-то новое. То есть новое, что нам необходимо, в общем-то, как глоток воздуха, что мы можем взять для себя. Особенно для молодежи. Мы вот сюда привезли не только профессиональных художников, но еще есть работы наших начинающих молодых художников. Выставка ульяновских мастеров развернута в салоне Союза художников «Чуваши» по улице Константина Иванова. Продлится она до 15 сентября. Екатерина Карпова, Борис Андреев, Республика. Кубок главы «Чуваши» в розыгрыше. Сегодня стартовал второй тур. Накануне в стартовом матче победу одержала команда «Кристалл» из Саратова. Чебоксарская дружина сражалась против хоккейного клуба «Мордовия». После овертайма счет оказался равным 4-4. Победу нашей команде принес булит Ивана Красноперова. В эти минуты богатыри сражаются с саратовской командой. Клубы борются за выход в финал. Пожелаем удачи нашим ребятам. А далее вас ждет полезная информация. Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». 1968 год. Именно с этой даты и началась история завода «Контур». Он появился на базе заволжской теплоэлектростанции по приказу Министерства электронной промышленности. Его задачей было производить изделия электронной техники. Прошло уже ровно 50 лет, а завод по-прежнему снабжает микроинструментами всю страну, не имея аналогов в России. В данный момент завод находится в очень узкоспециализированной нише. Мы изготавливаем прецизионный инструмент для микроэлектроники. Наши партнеры – это крупнейшие корпорации «Росэлектроники», «Кред», «Алмаз-Антей», «Ракетное тактическое вооружение». Мы на данный момент входим в состав предприятий под управлением Ермолаева Владимира Федоровича. И под руководством нашего директора Федорова Николая Александровича мы сейчас развиваемся. Специализированные микроинструменты, техническая корундовая керамика и слесарно-монтажные инструменты. У Контура три основных производства. Но главное направление – специнструменты для микроэлектроники. Именно это производство в этом году отмечает 50-летний юбилей. У нас работа уникальная. Это у нас для контактной сварки. Это электрод, иголки для микропайки, микросварки. Контур на уникальном оборудовании изготавливает инструменты для сварки, пайки, монтажа, микросхем. Сейчас это единственное предприятие в России, которое производит весь спектр прецензионного микроинструмента. Завод разрабатывает и изготавливает высокоточные изделия из технической корундовой керамики. Они входят в состав оборудования самолетов, судов, космических аппаратов. Не менее важны и те, кто производит сами детали. Эта работа требует аккуратности и предельной точности. Так что каждый сотрудник на вес золота. А саму работу иначе, как ювелирный, назвать нельзя. 3-5 микрон допуск разрешается на операции, на отверстия, на канавки, на все. Поэтому очень сложно. Ну как сложно? Когда уже долго работаешь, вроде бы не очень сложно. А так, конечно, все в микроскоп, микроскоп работаем, по микроскопу проверяем. Все очень точно. На завод приходят и молодые специалисты. Только за последние пару лет контур помолодел на 15-20%. И молодым профессионалам есть у кого учиться. Например, Владимир Куликов работает на заводе с самого его основания. Не собираются уходить и с удовольствием делятся знаниями с молодыми сотрудниками. У нас увеличиваются заявочки. И производство, как говорится, более-менее налажено сейчас. Ну и изделия, конечно, посложнее пошли. Требования увеличились. Интересно стало работать. Основные заказчики завода – предприятия оборонной промышленности. И как бы громко это ни звучало, контур стоит на рубеже национальной безопасности нашей страны вот уже 50 лет. И не собирается сдавать позиции. Пока одни участники проверяют давление в колесах велосипеда, другие тестируют мобильный интернет. Все должно быть идеально. За победу в квесте от компании «Мегафон» борются две команды – «Велофон» и «Мегаавто». Одна – на велосипедах, другая – на автомобилях. По городу, как всегда, раскиданы загадки. Стоят агенты, которые вас уже приведут к финишу. А в этом вам поможет, само собой, самый лучший, самый быстрый интернет от «Мегафона». По результатам замеров через приложение «Спид-тест» – мобильный интернет «Мегафона» – самый быстрый в Чувашии в 2017 году. И в первом квартале этого года. Можно быть уверенным, «Мегафон» не подведет. Квест состоит из пяти заданий, первое из которых – в парке «Амазония». Сейчас узнаем, что за секрет тут. Бюст на постаменте. Часть текста, наверное, который пригодится. Интернет быстро работает от «Мегафона»? Очень быстро. Новую программу быстренько скачала. Если вы видите человека с завязанными глазами, который смотрит в дерево, знайте. Он выполняет задание квеста от «Мегафона». Вместо глаз – телефон с прямым эфиром в Инстаграм. Цель – найти пять подсказок на дереве. Теперь выше поднимайте телефон, посмотрим, есть там на стволе что-нибудь. Пока команда «Велофон» разглядывала дерево, «Мегафон» уже справилась с заданием. И получила очередную локацию. Дом красной профессуры Чебоксары Константина Иванова. Суши организаторам квеста оказалось мало. Вход пошла. Вода. Среди отдыхающих на лодке нужно было отыскать агента «Мегафона». Он должен выглядеть в футболке «Мегафона» и в шляпе какой-нибудь. А если он будет зеленый, как Шрек, это наш агент? Да. С помощью соцсетей команды вышли на последнего агента. Заключительное задание выполнено через быстрый интернет-оператора. Интернет «Мегафона» стал нам сегодня настоящим помощником. Если бы не он, я думаю, мы бы забуксовали в двух-трех местах как минимум. Это было круто. Скорость была на таком уровне, что никаких придирок. Все отлично. Самым сложным, как ни странно, было первое. С именами амазонок пришлось побегать, буквально туда и обратно возвращаться. И, естественно, без интернета мы его не обошлись. Он стабилен, что он быстрый, что он поможет везде. Мы даже вот на середине залива и то отлично нашли информацию. Все участники квеста получили дипломы и памятные подарки от «Мегафона». Компания уже 14 лет радует местных абонентов не только призами. Главное – это качественная связь и быстрый интернет, которое всегда рядом.